Екатерина Гореева мастерит своими руками уже почти 20 лет. Несмотря на инвалидность, она по праву считается передовиком производства. Катинах подделок на прилавке больше всех. Оказывается, в такой творческой работе ничего сложного. Было бы желание. Я делаю иногда вот открытки, мыло. Вон, еще что, всякие бисером занимаюсь. Машинки шью. Как долго учиться этому? Прямо сразу. То есть это все-таки просто? Это может прям вот так вот сходу каждый? Да. Прямо сразу. Выставка-ярмарка разместилась в одном из крупных магазинов Нижнего Новгорода. Обычные горожане, пришедшие за покупками, останавливаются у небольшого прилавка. За символичное пожертвование здесь каждый может найти для себя и своих близких приятную вещицу. К праздникам, к наступающим, день Святого Валентина, 23 февраля. Да. Молодцы. Молодцы. Очень. Ну, классно, классно. Глаза радуются. Нам понравилось сердечко. Мы маме выбрали подарок. Да, Егор? Приобретая ту или иную поделку, радуешь не только себя, но и автора. Для мастеров участие в подобных выставках это не просто выход в свет. Для ребят это определенный стимул участия в таких ярмарках. Они совершенно не стесняются, они с удовольствием участвуют. И когда они видят, что людям действительно нужно то, что они делают, это для них большой успех и стимул. Для Кати еще многих людей с нарушением развития организация «Вирус» давно стала вторым домом, где можно реализовать себя. Сейчас в творческих мастерских занимаются более 20 подопечных. Направление керамика, направление декор, бисер, например, открытки, это декор. Есть швейный у нас мастерская, где шьют. Вот здесь представлены прихватки, мешочки. Есть мыловарение тоже мы привезли с собой. Образцы полиграфия, на которой ребята делают открытки и блокноты. Все собранные средства от выставки продажи традиционно направляют на развитие дневной занятости и служб сопровождения проживания молодых людей с ментальной инвалидностью. А значит, они делают еще один важный шаг на пути к заветной самостоятельности.